Для ныне успешной вичугской группы компаний все началось в 2002-м с небольшого цеха пружинных блоков. Теперь здесь сразу несколько самостоятельных предприятий. Производят матрасы, корпусную мебель и целую линейку текстильной продукции, которая требуется смежным производством. Тужит тесьму, ленту, канты, шнуры. Руководитель ООО «Химтекса» поясняет, сейчас выпускают столько, что половину свободно продают на сторону. Тем более кризис неожиданно помог ослабить конкуренцию. На сегодняшний момент, исходя из сложившейся ситуации в стране, то что сейчас валюта сильно подскочила, то есть люди, которые работали с Китаем, другие наши контрагенты, они сейчас активно переквалифицируются на наши изделия. То есть получается импортозамещение. Однако приятная неожиданность одна, а проблем возникло много. Валютные скачки срывали поставки сырья и продажу собственной продукции. Всем было сложно определиться с ценой. А тут еще рост процентной ставки. Банки по уже подписанным договорам выставляют дополнительные соглашения. Поднимают процент. А ведь в планах у Вичугской компании дальнейшее расширение производства. «Армос» – участник региональной программы поддержки малого бизнеса. Но сейчас даже этих преференций недостаточно. Областные власти готовят комплекс антикризисных мер. Губернатор уверяет, что первые шаги уже предприняты. Кое о чем удалось договориться накануне, на встрече с банкирами. Я поставил им задачу, чтобы они на 1%, даже те, кто не пользуются госпомощью, ежемесячно увеличивали объем кредитования. Работа, конечно, с учетом роста процентной ставки будет непростая. Прежде всего, словности будут с инвестиционными кредитами, потому что они труднее выдерживают большую ставку. Но здесь немножко подсадит областной бюджет. От стабильности предприятия зависит спокойствие 260 человек. Зарплата на этих производствах по вичугским меркам хорошая – в среднем 20 тысяч рублей. Потому сюда идет молодежь. Впрочем, выбирать в райцентре особо не приходится. Вот и машиностроительный завод сокращает несколько сотен человек. Некоторые рабочие уже успели прийти сюда, но свободных вакансий больше нет.